Здравствуйте дорогие друзья! В данном видео уроке мы поговорим на тему, как пополнить в МЗ кошелек. Делать это мы будем с мониторингов обменников BestChange. Ссылочку на данную страницу оставлю под этим видео в описании. Ну собственно слева то, что мы отдаем, справа то, что получаем. Значит справа нужно нажать в МЗ, да? Это то, что мы хотим получить, пополнить в МЗ. А слева то, откуда хотим пополнить. Итак, ну мы можем пополнить с любого электронного кошелька, с любой банковской карты и так далее. С любого банка, вот. Ну допустим давайте нам обычно, да? Ну как люди просят там с банковских карт, да? Допустим. Если вы житель России, вы можете пополнить Сбербанк, ВТБ, там любая виза мастер-кард рубли, любой банк России и так далее. Вот. Если вы житель Украины, вы через Privat24 можете пополнить с любой виза мастер-кард гривны и так далее. Вот. Ну в принципе давайте выберу просто для примера любой, что-нибудь, допустим Сбербанк, да? Также вы таким же образом можете нажать и Privat24 и все что угодно. Справа появляются наши обменники, через которые мы сможем обменять. Ну допустим вот самый верхний, он самый выгодный на данный момент, а те, которые пошли ниже, они уже менее выгодные. Поэтому, конечно, нам выгодно нажать на самый первый обменник. Вот. Ну в принципе справа вы можете почитать отзывы о каждом из обменников. Вот. Вы сможете на калькуляторе рассчитать сумму сразу, которую вы хотите получить. Ну и так далее. Вот. Ну давайте перешли мы на обменник. Вот здесь мы введем сумму, которую хотим перевести. Допустим там 1000 рублей давайте, да? Вот. Минимально можно переводить 350 рублей. Вот. За 1000 рублей мы сразу видим... Ну давай уже думай быстрее. 15 долларов 74 цента получим. Вот. С карты Сбербанка с нас снимут 1010 рублей. Это комиссия Сбербанка к обменнику не относится. Вот. С карты такой-то, на кошелек такой-то. То есть вводите цифры 16 или 18 цифр тут. Ну как, смотря у кого как. И ваш ВМЗ кошелек. Нажимаете продолжить. А не, еще фамилию, имя, отчество, имейл, телефон. Нажимаете продолжить. И собственно обмениваете деньги. И пополняете ВМЗ кошелек. Все очень просто. Вот. Операция, то есть занимает от 5 до 30 минут. Вот. Вам поступят уже деньги на ваш ВМЗ кошелек. Все очень быстро. Вот. Это так может и Сбербанка. С Privat24 допустим то же самое. Вот перед нами появились обменники. То же самое. Выбираете самый верхний обменник. То есть ниже уже пошли менее выгодные. И так далее. С любой банковской карты так можно пополнить. Либо с любого электронного кошелька. ВМЗ можно пополнить любым абсолютно образом. Почему именно советую данный мониторинг обменников в BestChange. Потому что с ним всегда вы найдете самый выгодный курс. Всегда. Потому что если вы найдете из этих обменников любой в интернете. То это не значит что он будет самый выгодный. А здесь именно генерируются специально самые выгодные обменники. Они ставятся на самое первое место. Вот поэтому советую пользоваться им. Ну я собственно сам пользуюсь мониторингом обменников в BestChange. Поэтому собственно и вам советую. Ссылочка под этим видео в описании. Всего доброго.